Да, приветствую тебя, Олен, дорогой, я вижу у тебя новую картину вон там, я вчера, когда увидел у тебя там в интернете, я даже хочу тебе сказать, что она нехорошая, она изумительная, потому что мне очень понравилась, как сказка, вот это же, как называется она? Вот там я вижу горы, они у тебя сделали как лоскуты такие краски, а на самом деле это горы, а это, видимо, крепость, это что? Василий Магомедович, привет вам, дорогой, так вот это необычный мой новый стиль, новый совершенно необычный мой стиль, это крепость. Это не Ахульго, случайно? Ахульго, это историческое место в Дагестане, где имам Шамиль со своим войском противостоял царской армии 180 лет назад, историческое место. И одно из исторических памятников Дагестана, куда возят туристов, причем большими потоками, им очень интересно, целая история. А Ахульго переводится на Батная гора, да, а это крепость, крепость, залитая солнцем, солнечными лучами, потому что это горы, это свежий воздух, это и сегодня экологически чистое место. Слушай, я тебя прошу, сделай вот так ее поближе сюда, просто возьми в руки, покажи. Вот она. Да, 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 да. Ой, новый стиль, имейте в виду. Я прежу на этно-живопись. Молодец, молодец. Я придумал, что эта серия у меня будет, серия этно-живописи, то все цветочки да пейзажики какие-то, а это этно-живопись. Там в моей новой серии будут наши исторические, дагестанские, интересные семь места. Спасибо тебе, спасибо, спасибо. Слушай, очень-очень дает такое хорошее впечатление, моральное, моральное впечатление. Слушай, ну как сказка, но на самом деле очень уютная такая вот. Спасибо, мне так приятно, что вы эти слова от великого художника слышите. Надеюсь, вы искренне это говорите, а не просто так, чтобы меня поддержать. Нет, во-первых, я тебе скажу, что я всегда так говорю в первую очередь. Чтобы тебя поддержать, что тут скажешь? Ну правильно. Так сегодня больше чего, чтобы поддержать или на самом деле? На самом деле, честно говоря, она мне очень теперь нравится, потому что, ну я даже слов сейчас пока не нахожу, как правильно сформулировать. Я же не эксперт в этом смысле и не искусствовед в этом смысле. Это искусствоведы посмотрят и определят. А я тебе говорю, я тебе говорю искренне. Словах остановимся. Слова были добрые, не надо дальше, не надо. Слова были добрые, я все понял. Очень приятно. Мне очень нравится, честно говоря. Мне очень нравится. А я вот думал, что я тебе свою картину посмотрю. А у вас что там? Я думал, старую картину свою, это мать и дитя. Посмотри, какой взгляд у девочки, какой у ребенка, какой взгляд. Ну это свет, это масло. Это масло, старая моя картина. А там чувствуется вот это вот, какой-то вот такой круговорот. Да, 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 это сделано. Этимическое там есть. И у него взгляд, взгляд там такой обалденный. И плечико такое, плечико какое, видишь? Ну хорошо, это надо близко смотреть, близко смотреть надо. Это старая моя картина, а у тебя новая картина. Вот видишь, как хорошо. Кстати говоря, у меня есть одна из твоих самых первых картин. Да. А, маслом, да, маслом. Слушай, Ален, ну ты молодец такой. Давай мы твой сайт прикрепим там под роликом. Кто захочет к тебе прийти, чтобы понять, что такой хороший у нас художник. На самом деле он хороший психолог к тому же. Сосай Магомедович. Конечно, я вас очень прошу, прикрепите мой сайт. Мы же ведем индивидуальную работу по конкретным случаям, с конкретными людьми. Обучаем их саморегуляции. Даем ключ для управления. Да, да, прикрепите. Вы даете все. Наташа говорит, ссылку на YouTube канал твой можем тоже дать. Слушай, ты знаешь, что я вчера узнал? Оказывается, наши встречи все. И оказывается, и мои выступления, и твои выступления, и вообще, и Шейлы, когда мы выступаем вместе. Вообще, вообще, и про метод ключ на нашем канале, очень много людей смотрят просто каждый день, смотрят как сериалы. Ты представляешь? Да, как сериалы. Я же представляю, вы же добрый, и вы рассказываете так. Я тоже смотрю его, как сериал, кстати, все ваши выступления. Так, заслушайся вас, отвлечешься, и время начинает плавно литься, вот это безвременение появляется. Друзья, смотрите, смотрите, как психолог. Вы продолжаете в том же духе, а я, кстати, буду подключаться. Взял инициативу управления в свои руки и стал говорить, и льется, и льется, как дирижер, который управляет оркестром, симфоническая музыка такая. Вот, Алена, сделай еще раз, вот так вот. Я хочу, чтобы кто-то взял, к примеру, и тоже начал вот так делать, раскачиваться и дирижировать мнимой музыкой, которой нет, и у него начнет звучать в душе эта музыка, такая музыка. А может, для чего вообще-то? Не только картины показываем, мы еще и рассказываем интересные события, мы еще и приемы показываем, это для новичков, чтобы было понятно, чем занимается наша школа Человек-будущая Homo Futurus. Развитием человеческих качеств, развитием человеческих качеств, потому что это сегодня крайне необходимо, потому что сегодня вдруг начали говорить уже где-то лет 30-40, тоже так говорят, если ты умный, где твои деньги? Ну вот, оказывается, надо найти баланс, чтобы и зарабатывать честным трудом, и в то же самое время развиваться и по-человечески относиться к людям, с добром относиться, с переживанием. Вот, смотрите, что Ален делает. Это у меня... Это ты что, меня гипнотизировать решил, что ли? И не только вас. И не только вас. Жаль Макомедович, ну дайте я минутку. Вот, вот, пошло дело. И я смотрю ваши постоянные выходки. О-о-о, заговорил ритмом. И снимается напряжение, и время льется рекой без преград, появляется ощущение потока, где ты включаешься на вашу вещь, на вашу область. О-о, напряжение сбрасывай. Я уже, я уже расслабился. Вы не даете мне сказать одну минуту, вы же вот весь эффект опять сбили второго. Ну ничего. Не буду я с вами больше. Правильно делать. Вот такие вещи делать. Потому что у нас юмор, юмор. Короче говоря, мы людей развлекаем, даем полезные контенты, рассказываем о интересных вещах. Так, подписывайтесь и на канал Алиэна, и подписывайтесь у нас и на Ютуб, кто не подписан, и, конечно, подпишитесь на Телеграм. А в воскресенье в 20 часов у нас будет бесплатный ликбез по отвыканию, по освобождению от зависимости из самых различных. Да, продолжение. Итак, говори. А я хотел добавить, Хасай Магомедович, вот в этих ваших выпусках очень много людей, 185 тысяч подписчиков смотрят вас. Вы работаете на огромную аудиторию, и все время они пребывают и пребывают. И все время вы заняты, но есть люди, которые хотят индивидуального приема. Именно поэтому вы сделаете, да, снизу ссылку на мой сайт. Это я, это Шейла. Правильно. Да, вы же масштабно работаете, а мы уже, как говорится, дорабатываем с человеком индивидуально, подбираем ключ. Давай. Так что мы в команде, да. Правильно. Мастер, а мы вот как бы доводим. Слушай, ты сказал, у нас 185 тысяч слушателей. Я тебе скажу, если мы начнем говорить, как телу помогать, а не только развивать творческие качества и работать с проблемами страха, переводить страх, эту субстанцию на достижение ранее недостигаемых целей, чтобы желание... Если мы начнем про тело говорить, как подлечить спинку, как подлечить ножку, так у нас будет не 185 тысяч, у нас будут сразу и 500 тысяч, потому что, когда говоришь о теле, людей больше приходит. Вот оно в чем дело. Ну, теперь давайте еще раз напоминаю, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube, кто не подписан, потому что будет сейчас ликбез бесплатный. А потом, в следующий четверг примерно, будет вебинар с потрясающей темой, которую мы вместе с вами определим. Да. Ален, ты абсолютно прав. Абсолютно прав. Шерри, привет. Всем привет. Давай соединяемся и покажем секретные приемы. Покажем секретные приемы. А я хотел сказать и попросить наших слушателей, кому понравилась картина, на самом деле, необычный стиль немножко, да? Ну, поставьте крестик и поставьте лайк. Друзья, поставьте лайк. Друзья, улыбайтесь и расслабьте плечи. Где ты этому научился? Ты как профессиональный блогер. Ты же психолог и художник. Откуда ты... Ну, я же включил, за пару минут до нашего выпуска. Полетал, полетал, раз, и я стал профессиональным блогером. Ладно, молодец. А хотите, я гипнотизирую вас, смотрите в эту точку. Внимательный, внимательный. Не-не, это в следующий раз. Ну, ладно, потом. Это какой секрет. Ну, давай. Шутки, шутки. Пока-пока. Они приветствуют. Всем привет. Давай, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok